приветствую каждого зрителя на своем канале меня зовут юлиана как наводят порчу во время поста сегодняшнем видео вы все узнаете порча считается одним из наиболее распространенных способов подарить человек негатив конечно в данном случае речь идет о работе профессиональных магов потому что самостоятельно навести порчу практически нереально более того не профессионал может даже сам пострадать поскольку рискну полить ту сферу в которой не разбираются однако есть и исключение которым относится так называемая постовая порча свое название данный ритуал получил из-за времени в который вы обычно проводят то есть великий пост он приурочен главному христианскому празднику пасхи поэтому каждый год выпадает на разные даты но суть остается прежней как правило это период из середины февраля если пасха ранее и до конца апреля если позднее в это время в храмах заметно увеличивается число прихожан многие хотят помолиться не пропускают богослужений и это становится отличным поводом для сброса негативных эмоций в принципе постовая порча не сильно опасная по своей силе она больше напоминает сглаз то есть жертва не начинает чахнуть болеть у нее просто возникают мелкие но многочисленные неприятности причем для отца не строго до тех пор пока не закончится пост объясняется это просто благодати данном случае побеждает зло и пострадавшему даже не нужно искать специалистов для снятия магического негатива если он старался вести праведную жизнь не жаловался не роптал то действие обряда постепенно сходит на нет особенности этой порчи во первых она направлена большей степени на состояние здоровья жертвы человек ощущает недомогание у него начинается слабость головокружение он чувствует тяжесть в ногах возможны боли спине когда просто невозможно разогнуться и больной буквально лежит пластом во вторых в результате данного обряда характер жертвы существенно портится она становится раздражительной плаксивы все воспринимает штыки переживает из-за каждой мелочи возникает необоснованные обиды на весь мир ранимость чрезмерная эмоциональность и несдержанность третьих большинство болячек связано непосредственно с церковью то есть когда человек приходит помолиться его словно что-то пытается оттуда вытолкнуть обостряются все недомогание он не может стоять и вынужден постоянно присаживаться на лавку кстати это и является показателем того что именно в этой церкви и была сделана порча если жертва отправится в другой храм то там почувствовать себя значительно лучше суть такой порчи заключается в том чтобы лишить человека молитвенного настроя известно что к великому посту верующим готовится заранее за три недели до прощенного воскресенья в храмах начинают пить особые песнопения читаются специальные евангельские отрывки священнослужители обязательно посвящают этому воскресные проповеди то есть человек сознательно вступил в пост и намерен держаться всех канонов и тут вмешательство магии может существенно подпортить ему и настроение и здоровье и как следствие разрушить все планы понятно что при плохом самочувствии придется пропускать какие-то богослужения ограничиваясь лишь литургиями по воскресеньям чего собственно говоря недоброжелатели и добиваются проводится порча весьма обыденно это один из видов церковного колдовства когда маг заходит в храм и ищет себе жертву он может попросить передать свечку дотронуться слегка толкнуть и так далее во время телесного контакта читаются специальные заклинания в которых на человека насылается слабость усталость и другие неприятности при этом сам колдон энергетически обновляется поскольку избавляется от отрицательных эмоций если же выражит простой человек то здесь не просто магии к ней примешиваются личные обиды и претензии то есть он целенаправленно приходит церковь ищет среди прихожан своего недоброжелателя и перекладывать на него негатив какие дни считаются наиболее опасными все великопостное воскресенье включая верные как уже было сказано ранее великий пост количество верующих заметно увеличивается если в обычное время люди часто манкируют воскресными богослужениями например посещая храма раз в две недели то здесь все иначе им хочется побывать на каждой литургии помолиться послушать проповедь самый пик приходится на первое воскресенье когда после самой тяжелой седмицы люди наконец-то приступают к причастию больших рамах даже устраивает общую исповедь чтобы все желающие могли присутствовать на ней для колдунов это отличная возможность навредить ничем не подозревающим людям первые четыре вечера с понедельника по четверг на первой неделе великого поста читают канон андрея критского он настраивает верующих на покаянный подвиг поэтому очень многие приходят церковь чтобы послушать и поплакать как правило чтение совершается в полной темноте горят только свечи на подсвечниках для мага это также прекрасный шанс подойти практически к любому человеку потому что никто никого не рассматривает и тем более не ждет подвоха родительские дни великом посту особое поминовение усопших совершается трижды во вторую третью четвертую субботу на таких богослужениях также много верующих поскольку у всех есть умершие родственники главной опасности заключается в том что ведьма может слиться с толпой притвориться обычной прихожанкой и принести напоминание стол какую-нибудь еду данная традиция весьма древние люди приносят продукты на канон который потом раздаются священникам хору церковнослужителям и нуждающимся и у колдуньи есть возможность подложить заговоренную еду на которой содержится негатив тот кто ее возьмет и съест автоматически принимает на себя постовую порчу конечно никто не говорит о том что великий пост нельзя посещать храм вовсе но при этом нельзя расслабляться в это время человек особенно подвержен негативному воздействию следовательно открыт для наведения постовой порчи